Высокие технологии на страже экологии города. В Магнитогорске началась реализация уникального проекта Союза молодых металлургов «Крылатый агроном». В течение года при помощи промышленного квадрокоптера специалисты будут мониторить состояние парков и скверов и выявлять их проблемные зоны, в том числе невидимые невооруженным взглядом. Подробнее обо всем в нашем сюжете. В руках заместителя Союза молодых металлургов Дмитрия Казакова внушительного вида кейс. В нем своего рода научный инструмент – промышленный квадрокоптер, с помощью которого в рамках реализации уникального проекта «Крылатый агроном» он и единомышленники подробно изучают ландшафты города. Дрон построен на базе четвертого фантома. Самое главное – это камера. Собственно, большую часть стоимости дрона она и составляет. То есть это здесь шесть камер. Каждая из них работает в своем диапазоне. То есть одна камера работает в полностью видимом спектре. И остальные у нас разделяют по цветам. Захватывают инфракрасную область, красный край захватывают. То есть он видит гораздо больше, чем можно увидеть человеческим глазом. Сегодня в центре внимания исследователя – сквер металлургов. Перед началом работы – тщательная подготовка, настройка наземной станции, которая позволит квадрокоптеру вести полет с точностью до сантиметра. Затем формулировка полетного задания. Вся работа делается на планшете. И до полета как раз нам нужно подключиться к базовой станции. Все у нас пошли поправки. Остальное – дело техники. Работает квадрокоптер в автоматическом режиме. Облет сквера металлургов займет у него 2 минуты 46 секунд. Проект «Крылатый агроном» – это возможность выявить проблемные участки и оперативно принять необходимые меры, к примеру, вовремя убрать сухое дерево или подкормить недостаточно зеленые, уже подсыхающие растения. Реализуется в городе он с весны. За это время состоялось два полета, в ходе каждого из которых была исследована территория площадью полторы тысячи гектаров. Это все городские скверы и парки. Суть проекта в том, что если осматривать все парки и скверы в городе ногами, на это уйдут месяца. Мы же предложили вариант осмотреть это все с помощью беспилотников. Да, это не самые точные, высокоточные методы исследования. И в любом случае, конечное решение должны принимать уже специалисты на земле. Но в плане больших объемов, вот 1200 гектаров – это довольно-таки большой объем, чтобы специалистам ногами пройти. Такими широкими мазками мы можем выдать результат. Вся информация, полученная и проанализирована активистами проекта, будет передана в Управление экологии города. Изначально планировалось, что крылатый мониторинг состояния парков и скверов будет осуществляться в течение года. Но сейчас есть планы продолжить проект и даже расширить его, закупив еще более современную технику и поставив работу на постоянную основу. Актуальность и результативность идеи для авторов – лучшая мотивация для движения вверх. Евгения Солхудинова, Александр Маргунов, телекомпания ТВИН.